Я думаю, у вас на экране как раз виден наш логотип. Мы на рынке уже 22 года и являемся самым крупным учебным заведением по предоставлению таких программ, как Pathway. Это подготовительные программы в ВУЗе. Мы сегодня про них подробнее поговорим, а также по различным языковым курсам. У нас также есть Алла-Колледж, который предоставляет программы работы и учебы. И этот Алла-Колледж существует около пяти лет. Наши компуса находятся в Торонто и Ванкувере. У нас всего девять корпусов сейчас на данный момент. Прямо в самом центре города. И я тоже вам сегодня их покажу. Ну и так, давайте поговорим о том, что такое Канада и почему Канаду все время называют страной возможностей. А я в свое время тоже прошла через обучение и эмигрировала в Канаду именно через высшее обучение. Вот, начинала свой путь тоже с каких-то языковых курсов и так далее. И я со своей точки зрения расскажу, почему я в свое время выбрала Канаду. Во-первых, номер один, чем привлекла меня в Канаду, это доступность своего образования. Образование в Канаде будет дешевле, чем в Англии, чем, соответственно, да, вот всем известной Великобритании, в США, Австралии и в любых других англоязычных странах мира. Поэтому не удивляйтесь, когда вы увидите цены и имейте в виду, что цены в Канаде – это в канадском долларе, не в долларе США, он, как правило, более приятный, поэтому переводите в свою валюту, да, имейте в виду, что это не доллар США, это именно канадский доллар. Номер два пункта, почему выбирают Канаду. Это возможность трудоустройства. Возможность трудоустройства, что имеется под этим в виду? Когда вы начинаете учиться в колледже или в университете, тогда с первого дня вы можете работать 20 часов в неделю. Во время каникул, во время семестра рабочей практики или КОАПа вы можете работать полный рабочий день. По окончании высшего образования в Канаде вы можете остаться от года до трех лет в зависимости от длины вашей программы, и вам дается Postgraded Open Work Permit, то есть разрешение на работу, оно открытое, и вы можете работать на любого работодателя. Как правило, по окончании года практики работы студенты подаются на вид на жительство. Это как раз-таки мой путь, когда я после обучения в Канадском ВУЗе подалась на рабочее разрешение, ну и, соответственно, после года работы подалась на вид на жительство или пиар, ну и вот уже живу в Канаде с 2013 года. Номер три – стабильность и безопасность. Канада входит, как обычно, в десятку самых стабильных и безопасных стран мира. Также многие отмечают многонациональный состав, особенно таких городов, как Торонто, Ванкувер, очень много иммигрантов, много выходцев из разных стран, и я для себя отметила, что это большой-большой плюс, потому что ты себя не чувствуешь чужим, ты себя чувствуешь именно в своей тарелке наравне с теми же самыми иммигрантами, которые приехали сюда, может быть, 50-20 лет назад, у кого какая история, или год назад, да? Ну и номер один в мире по уровню жизни Канада занимает самые первые места из года в год по качеству и уровню жизни. Ну, туда входят разные критерии, это пособия по безработице, это длинные maternity leave или декретные отпуска, бесплатная медицина и тому подобное, то есть много различных вот таких вот фишек, как говорится. Ну, расскажу вам немножко кратко про систему образования в Канаде. В Канаде 12 классов обучения. Если вы закончили или заканчиваете школу, заканчиваете в России, Украине или Казахстане, это уже в зависимости от вас, наше образование из стран СНГ 11 классов катируется, то есть ассистат можно привезти иностранный, не обязательно заканчивать в Канаде 12 классов. Некоторые же студенты, тем не менее, идут заканчивать среднюю школу в Канаде, и я чуть позже расскажу, зачем это нужно, когда мы перейдем немножко про среднее образование чуть позже. После среднего образования вы можете пойти либо в колледж учиться, либо в университет, да, то есть есть два таких потока. В колледж идут за прикладным образованием, в университет идут за более теоретическим научным образованием, да, некоторые студенты удивляются, что они пишут научные диссертации во время там своей магистратуры или бакалавриата, не удивляйтесь, это именно научный, более теоретический подход. Если вы хотите получить именно прикладное образование, если вы хотите, чтобы все преподаватели у вас были практики по специальности, вот, например, я училась в колледже в Канаде, уже после своего бакалавриата в России, я закончила МГУ и потом отработала еще 5 лет, и в 26 лет я приехала в Канаду на постгредиат сертификат, многодичную программу, да, и, соответственно, я ехала зачем? Чтобы получить именно прикладное образование, чтобы у меня был рабочий семестр обязательно, и чтобы у меня все преподаватели были тоже маркетологи, потому что у меня программа была именно маркетинг. То есть преподаватели именно в колледжах тоже, обычно работает тоже индустрия, которую они преподают. У колледжей много очень специальностей, у университетов обычно уже, да, выбор в этом плане, то есть есть у них там упор именно на научную часть, как я уже говорила. Что еще? Классы в университетах достаточно большие, то есть там могут быть лекционные залы по 200 человек и больше, в колледже где-то в среднем по 20-30 человек в классе. Цены тоже различаются, колледжи, как правило, бюджетнее, потому что у них есть несколько источников финансирования. Они финансируются за счет государства, в основном очень много государственных колледжей, да, то есть я тоже тогда в свое время пошла в государственный колледж. Вот, также финансируются деньгами студентов иностранных и местных, местные студенты тоже платят, но дешевле, и большими компаниями, которые сотрудничают с данными колледжами, и они создают совместные программы работодателя, да, чтобы потом вот лучших сотрудников нанимать либо на рабочий семестр, либо после выпуска на постоянное место работы. У нас в iLucky есть очень популярная программа, она называется University Pathway. Она существует уже более 17 лет, она была создана в Канаде именно iLucky. И вы можете увидеть много аналогов сейчас этой программы на рынке, но имейте в виду, что именно iLucky запустил в свое время эту программу в Канаде. И с течением времени у нас сложилось много очень партнерских соглашений с университетами и колледжами. Что это значит? То есть мы заключаем соглашения партнерские с тем или иным колледжем-университетом, и они принимают выпускников нашей Pathway программы без экзамена, без сдачи iLucky TOEFL. То есть если вы готовитесь к TOEFL и IELTS, и тихо его ненавидите, то имейте в виду, что необязательно его сдавать, можно пройти через путь программы University Pathway. При этом это не программа Foundation, то есть не путайте, многие студенты путают это с программой одногодичной. Foundation – это совсем иная система. Всех наших студентов мы тестируем. Да, у нас есть на сайте, сейчас я выйду, покажу вам наш сайт, iLog.com, вы можете на него самостоятельно тоже зайти. Здесь в правом нижнем углу есть онлайн-тест. Его можно пройти только с компьютера, с телефона его пройти нельзя. Он рассчитан на 30 минут, то есть засеките время 30 минут, не больше. И его нужно будет пройти, потом на e-mail вам придет результат. И уже по этому результату мы будем планировать ваше обучение в канадском вузе и на обучение в программе в Pathway. Что это значит? Чем лучше у вас английский язык, тем короче программа Pathway. Программа Pathway может быть от двух месяцев, всего лишь два месяца может быть. Если у вас начальный уровень английского языка, то это может быть год. То есть имейте в виду, что необязательно сидеть на очень длинной программе, если у вас в принципе неплохой английский язык. В 2018 году у нас поступило около 2000 студентов в канадские государственные университеты и колледжи через эту программу. Студенты из со всего мира, из 75 стран. И, ну, ни один из них не сдавал IELTS и TOEFL, да, поступили без экзаменов туда. При этом IELTS предоставляет бесплатное академическое консультирование. Что это значит? То есть мы подбираем вам программу обучения. Нам нужно знать, какое образование вы хотели бы получить в Канаде, какой у вас есть уже educational background. Что это значит? То есть когда вы закончили школу или когда вы заканчиваете, потому что к нам обращаются еще и 9-й, 10-й класс. Может быть, у вас уже есть первое образование высшее, да, может быть, уже несколько. То есть нужно нам об этом знать. И, конечно же, нужно знать уровень английского языка. То есть для этого как раз-таки проходит вот этот вот студент наш тест. Вот эти три момента, и мы узнаем ваш конкретный учебный план. И вот эти все моменты, да, вам нужно будет уточнять через Global Compass. Global Compass, они являются нашим партнером. Они также помогают студентам с получением визы. И совместно с ними мы разрабатываем учебный план для студентов. Ну, это вот на экране вам видны несколько вузов-партнеров, с которыми мы сотрудничаем, список тоже есть на нашем сайте. Либо обращайтесь в Global Compass, они тоже вам могут подсказать, какие у нас есть партнеры. Так, ну, про разницу университета Полиш мы уже немного поговорили, да. Кому нужно визуально это увидеть, я вот на экране сейчас немножко задержусь. Это наша команда Pathway. Даже, кстати, не все здесь у нас есть. Светлана Пыльникова, она у нас занимается русскоязычными студентами стран СНГ. И находится она в Торонто. И Мария Калинина, она занимается как раз-таки студентами, которые в Ванкувере и в других провинциях обращаются к ней. Ну, я уже вам немножко рассказала, чем мы занимаемся, да. Даже если вы приезжаете на летнюю программу, скажем, на две недели. Есть у нас взрослый студент, который приезжает на короткий курс, просто английский потянуть на лето, так скажем, или на зиму. У нас круглогодичные вообще программы. И мы принимаем с 14 лет летом и зимой, а с 15 лет круглый год. Но мы распределяем студентов согласно их возрасту, да. У нас есть классы до 19 лет, потом с 19 до где-то 30, и есть 30+. То есть вот такие вот есть классы. По уровню английского языка, конечно, мы распределяем. И миксуем национальности в классе. И так вот, если вы приехали даже на какую-то короткую программу, зайдите в наш пасховый отдел, поинтересуйтесь, вот с вашим уровнем знаний, с вашим образованием, куда можно выступить в Канаду, да. То есть вы можете приехать. Более того, летом мы организовываем бесплатные профориентационные туры по вузам. Бесплатно. Мы возим наших студентов на автобусах в ведущие вузы канадские, где вы можете познакомиться вообще с системой образования, ну и познакомиться с конкретным учебным заведением, да. То есть уже составить план для своего будущего. Особенно любят это 9-й, 10-й класс или студенты, которые рассматривают для себя 2-е выше в Канаде. Вот. Также мы ведем наших студентов от и до, то есть когда вы поступили к нам на программу Pathway, мы смотрим, как вы посещаете, пропускаете или нет, как вы проходите промежуточные тесты. И также мы до приезда получаем условное зачисление от партнерского университета и колледжа. То есть закрепляем за вами место, чтобы вуз вас дождался до вашего окончания программы Pathway. А, ну вот на экране у вас видны все наши уровни, у нас всего 17 уровней. Не бойтесь такой вот градации большой, да, некоторые сразу запугаются, ой, мне нужно закончить все 17 уровней. Во-первых, для поступления в канадский вуз обычно требуется 15-й или 16-й уровень, да, то есть не обязательно заканчиваются все 17. В зависимости от вуза мы вот эту вот длительность вам рассказываем. Далее. Эта мелкая градация сделана для того, чтобы аккуратно распределить студентов на конкретный уровень. То есть чем вот Айлок отличается от других языковых школ тем, что вот именно вот этой вот академичностью, да, программа Pathway достаточно сложная. Многие удивляются, насколько она сложная, но это делается специально, чтобы потом вас не отчислили, да, после первого семестра. Вот. И вы будете уверены, что одногруппники ваши тоже будут такого же уровня, как и вы. То есть не будет, знаете, как часто бывает, ты приезжаешь на программу Intermediate, а с тобой еще сидят там Advanced и так далее. Да, то есть и те, и те будут недовольны. У нас именно конкретная градация очень-очень хорошо распределена. Да. До десятого уровня у нас идет общий английский язык. После десятого уровня у нас есть специализированные программы. Вот одна из них, про которую мы сегодня подробно рассказываем, это Pathway. Есть у нас еще есть подготовка к эмбриджским экзаменам, есть подготовка к IELTSу, TOEFLу, можно IELTS тоже у нас в IELTS сдать, например. Есть бизнес английский и так далее. То есть есть много разных других вариантов. Чему же учат на программе University Pathway? Что это вообще такое? Это языковая программа? Просто меня спрашивают, и все? Нет, на самом деле это академическая подготовка, можно сказать, адаптационная подготовка, достаточно серьезная. Ну, я ее сравниваю с чем? Ну, например, если вы сдаете IELTS. IELTS – это как ЕГЭ или как ЗНО в Украине, или как ЕНТ в Казахстане, например, да, если вы слушаете нас из этих стран. Вот, вы сдаете свой вот этот вот ЕГЭ-экзамен и надеетесь, что вы, вот, результат этого теста совершенно не гарантирует того, что в российском, украинском или казахстанском университете вы будете себя чувствовать потрясающе, и что вас не отчислят на первом курсе. Я думаю, с этим все согласны. Да, то же самое и с IELTS и на TOEFL. Да, вы подготовились к конкретному формату, и мы к этим форматам тоже готовим, у нас есть отдельный курс на эту тему. Да, вы подготовились, да, вы его сдали, да, вы знаете все четыре части, как их правильно написать, его формат, вы знаете, как вовремя уложиться в конкретное время, да, потому что там ограниченное время. Приходите в класс на обучение в канадском вузе и вообще не понимаете, что от вас требуется, потому что система образования вообще другая, и вас этому не учили на подготовительных курсах по TOEFL и IELTS. Вот именно пассовая программа это компенсирует, да. Студенты фокусируются больше даже не на английском языке, не на сдаче каких-то экзаменов. Да, у них есть вот подготовка к TOEFL, но она сделана здесь не для того, чтобы его сдавать, а чтобы понимать, как по международной шкале студент прогрессирует по уровню английского языка. Но остальное все время уделяется именно на исследования, на написание эссе, на различные навыки презентации, техники написания экзаменов, тайм-менеджмент, развитие критического мышления, то есть очень много кейс-стадий студенты решают и так далее. То есть именно на вот эту вот академическую подготовленность идет упор. У нас есть даже студенты, которые поступили в ВУЗы, там недавно была студентка из университета Торонто. Она поступила уже туда самостоятельно, у нее был IELTS 8 из 9, и она для себя взяла программу Pathway, для того, чтобы потом не провалиться, чтобы успешно учиться в канадском ВУЗе, за который она заплатила достаточно большие деньги. Опять-таки же вот на экране вам показывают тест, да, как его найти, это iLoc.com, и в правом нижнем углу вы найдете всегда наш тест на 30 минут. Вот с этого всегда начинайте. Даже если вы не едете в IELTS, даже если вы не собираетесь в Канаду, то почему бы не пройти этот тест, можно, надо определить уровень английского языка для себя уже сейчас. Вот. Что еще? Если вы решили поступить в среднюю школу Канады, вообще зачем это нужно? Если помните, я с чего начала, что аттестат школьный из стран СНГ, он котируется. Некоторые студенты, особенно там троечники, да, которые хотят потом поступить в крутой топовый ВУЗ Канады, но стройками вас не возьмут, да, тогда у них есть возможность за несколько лет, там за год или за два в канадской школе средней подтянуть свой аттестат до должного уровня. То есть те студенты, которые идут в среднюю школу Канады, они, как правило, рассматривают уже топовые университеты. На экране у вас есть несколько вот школ-партнеров, с которыми мы работаем, ну и вы можете увидеть цены, да, то есть это где-то от 14 тысяч канадских долларов, это самое дешевое, как правило, и выше, и выше. Есть вот Columbia College в Ванкувере 12 тысяч канадских долларов в год. Вот. Как правило, проживание туда не включено. Если мы говорим, кстати, про образование выше, то в среднем колледжи стоят 15 тысяч канадских долларов в год, ну и рассчитывайте где-то на 10-12 тысяч канадских долларов за год за проживание. Университеты стоят от 26 тысяч канадских долларов и выше, то есть это бывает и 40 тысяч и так далее. Так, я оставлю свои контакты, но тем не менее всех призываю как раз-таки обращаться через Global Compass. Что еще я не упомянула? Не упомянула цены. Сейчас у нас есть 30% скидки для студентов, которые регистрируются через Global Compass. У вас есть возможность получить скидку 30%. На экране вот как раз-таки у вас цены для взрослых студентов – это 19+. На программы разные от общего английского языка до программы Pathway. А вот в этой колонке вы можете видеть разную интенсивность. Есть у нас 30 уроков в неделю, есть 38 уроков в неделю. И, соответственно, чем длиннее программа, тем дешевле цена за неделю обучения. Все цены в канадских долларах, опять-таки же, да. И, как я всегда объясняю, эту табличку оптом дешевле, да, вы видите. Чем больше длина, тем ниже цена, соответственно, за неделю. И для подростков, для тех, кто приезжает к нам с 15 лет или с 14 летом, то цена еще даже приятнее. Туда еще включен у нас бесплатный тренажерный зал. Вот, 210 канадских долларов – это за обучение. Ну, более подробно за уже конкретным учебным планом и расчетом обращайтесь к нам, да. Ну, и начинайте все, конечно же, с теста и обращайтесь в Global Compass. Я бы хотела быстренько вам показать наши корпуса, да. Вы можете также посмотреть на нашем сайте. Все-все-все вот эти… У нас есть кампус-тур, у нас есть видеокампус-тура по Торонто и Ванкуверу. У нас шикарные корпуса, да. У нас они выглядят как в стиле бутик. И наш дизайнер работает с нами на протяжении 20 лет и делает бутики по всему… Бутиковые отели по всему миру буквально. Вот, то есть имейте в виду, можно вот так вот на нашем сайте посмотреть наши корпуса. Сейчас я посмотрю, если мы Ванкувер здесь тоже найдем. Также можете посмотреть больше информации в Ютьюбе. У нас есть серия видео, которая называется «Arrival Survival». Для тех, кто приезжает в Канаду, я думаю, будет интересно узнать, как открыть банковский счет в Канаде, сим-карту, медицинская страховка и так далее. Вот, я буду рада всегда ответить на ваши вопросы, сдавать их через Global Compass. Спасибо за внимание. Ну и всем пока-пока. Жду вас в Канаде. Продолжение следует...